Опорно-двигательный препарат создана сильнейшая противовоспалительная. В России разработано инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, включая артрит и артроз. Оно относится к нестероидным противовоспалительным препаратам. Существующие на рынке лекарства лишь на время облегчают симптоматику болезней суставов. Новое же средство способно не только эффективно лечить хронические воспалительные процессы, но и куда менее токсично для организма. Препарат прошел испытания на животных и готов к клиническим исследованиям. На рынке он может появиться в 2023 году. Хроническая проблема В Казанском, Приволжском, Федеральном университете разработали новое нестероидное противовоспалительное средство – НПВС. Хронические заболевания опорно-двигательного аппарата, такие как артрит и артроз, часто приводят к инвалидности, а препараты, которые при них назначают, ибутрофен, деклофенак и другие, недостаточно эффективны и при этом разрушают слизистую оболочку желудка, оказывают негативное влияние на сердечную деятельность человека. Противовоспалительное. Фото, известие, Дмитрий Каратаев. Внутреннее излучение, рак будут лечить радиоактивными капсулами. В России провели первую радиоэмболизацию неоперабельной опухоли печени. Ревматоидный артрит и остеоартроз поражают до 30% взрослого населения во всем мире, сообщил известием один из разработчиков препарата, ведущий специалист НОЦ фармацевтики КФУ Константин Балакен. Среди людей в возрасте старше 60 лет эта патология распространена в еще большей степени. У 50% населения выявляют заболевания суставов, асэш и алгей, воспаление седалищного нерва, и люмбага, прострел в нижней части спины, в течение жизни сталкивается едва ли не каждый человек. Еще одна серьезная проблема – высокие гастроэкардиотоксичность имеющихся лекарств. В настоящий момент существует острая необходимость в эффективных и безопасных противовоспалительных препаратах. Два в одном. В КФУ разработали и запатентовали молекулу нестероидного противовоспалительного средства нового поколения, получившую название KFU-01. Это так называемое пролекарство, которое после попадания в организм под воздействием биохимических факторов высвобождает два активных компонента – периидоксин, одна из форм витамина В6, инопроксин, сильнодействующие НПВС, обладающих уникальным синергетическим действием. В результате достигается эффективность и безопасность, которыми не обладает ни один из известных препаратов этой категории. Противовоспалительное. Фото. Глобал Лук Пресс. Феликс Касл. МПА. Укол в сердце. Последствия инфаркта будут лечить стволовыми клетками. Новая технология позволит избежать операции. Исследования на животных показали, что KFU-01 обеспечивает наступление ярко выраженного противовоспалительного эффекта на модели как острого, так и хронического воспаления, что выделяет его среди всех доступных НПВС, отметил Константин Балакен. Также существенно усилены анальгетические эффекты. Принципиальная особенность в том, что, в отличие от любого нестероидного противовоспалительного средства, KFU-01 практически не оказывает негативного влияния на слизистую оболочку желудка. Ученые подчеркивают, что эффект многократного усиления свойств действующих компонентов был достигнут благодаря особенностям фармацевтического молекулярного дизайна. Метаболизм и фармакокинетика полученного соединения обеспечивают оптимальное соотношение концентрации активных компонентов в очагах воспаления, что позволяет эффективно их подавлять. При этом, если просто одновременно принимать периодоксин и напроксин, подобного синергетического эффекта не наблюдается. По назначению врача, редкий случай, как пациенты борются с орфанными заболеваниями. В мире насчитывается около 7 тысяч. Редких болезней Проект по созданию нового противовоспалительного средства поддержан Национальной технологической инициативой. Разработка имеет хорошие перспективы на фармацевтическом рынке, сообщил известием заместитель руководителя направления биомедицино-рабочей группы Национальной технологической инициативы Хелснет Андрей Ломоносов. Самые гениальные решения всегда очень просты. Тут мы видим как раз такой случай, когда из двух существующих лекарств удалось получить нечто совершенно уникальное, отметил он. НПВС ежегодно в мире принимают более 300 миллионов человек, при этом только одна треть по назначению врача, сообщила известием заведующая клиника госпитальной терапии Сибирского государственного медицинского университета Татьяна Агеева. Противовоспалительное Фото, РИА Новости, Александр Кондратюк У Терлиноз, создан уникальный препарат для лечения ринита. Назальный спрей нового поколения сможет купировать воспаление на генном уровне. Следствием лечения и особенно бесконтрольного приема препаратов оказывается высокая частота развития нежелательных явлений, спектр которых достаточно обширен, сообщила она. Наиболее серьезные эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта, которые по часть сопровождаются опасными для жизни кровотечениями. Поэтому разработка препаратов, сочетающих высокую противоболевую и противовоспалительную активность с минимизацией вредного воздействия на другие системы и органы, весьма актуальна. Новый препарат переходит в стадию клинических испытаний, на рынке он может появиться в 2023 году. Разработчики предполагают, что им удастся осуществить продажу международной лицензии. Как писали известия, российские ученые из ВГБУ ГНЦ Институт иммунологии и ФМБА России создали первый в мире генно-инженерный препарат от аллергического ринита. Лекарство в форме обычного назального спрея снимает не только неприятные симптомы насморк и чихание, но и само воспаление слизистой носа. Специалисты, запатентовавшие вещество, доказали его эффективность и безопасность на животных. Сейчас новый препарат проходит стадию клинических испытаний.